В регионе началась уборочная кампания. Аграрии приступили к сбору долгожданного урожая. Техника работает, несмотря на дождливую погоду. Ожидается, что в этом году объем выращенной продукции будет больше, чем в прошлом году. Наша съемочная группа побывала на полях и пообщалась с работниками одного из хозяйств Алгитского района. Глава крестьянского хозяйства Ажар Талгат Куртабаев занимается рассеяниеводством с 2021 года. Общая площадь посевных площадей составляет 2500 гектаров. Сейчас идет уборка озимой ржи. В прошлом году в хозяйстве было собрано 2000 тонн зерна. По словам Агрария, в этом году объем продукции будет значительно увеличен. Здесь в основном засеяны пшеница, ячмень и рожь. Хозяйство открыли мы давно. Когда выдавали пай, выдавали, развали вот эту землю, именно наш семейный пай. Вот это поле. Одно время не работали, и сейчас снова начали работать. Три года уже полных работаем, как появилась земля. Все по времени у нас. В это время убирали, в этом году тоже. Ну, вообще мы должны были убирать дней на 10 раньше. Дожди были, чуть позже убираем. Некоторые поля дают 25 сантиметров, некоторые 20. И там, когда суммарно все соберем, может, больше 20 будет. По словам Агрария, проблем с Саранчой не было. Руководство района своевременно отреагировало и приняло соответствующие меры. Отпеть им в хозяйстве насчитывается несколько десятков единиц техники. Две из них – зерноуборочные комбайны. Новейшая техника помогает выполнять работу быстро и аккуратно. С помощью этих двух комбайнов здесь ежедневно собирают 100 тонн зерна. Собранное зерно вывозится на склад. Его вместимость составляет 3000 тонн. Все субсидируется. Дизельные топливы, химия, аммофос. По технике субсидий получаем. В принципе, неплохо, нормально. Общие, наверное, единиц 40 есть у нас в технике. Хватит. Мы в этом году оформляем новый комбайн класс Трион. Если все нормально будет, то будем получать, наверное, через месяц. Сегодня мы второй день работаем. Второй день, полный день работаем. Эти комбайны хорошо себя показывают. Заменяют намного больше, чем российские комбайны. В хозяйстве работает около 10 человек. Многие из них – горожане. Для них созданы все необходимые условия. Чтобы им не было трудно добираться из города, владелец бизнеса построил специальное общежитие. Есть повар, который готовит на протяжении трех сезонов. Работает баня. Поэтому рабочие трудятся с большим удовольствием. Нормальность. Условия нормальные, работа нормальная. Зарплата вовремя, стабильная, нормальность. Как всегда на уборках, как и при Союзе было, как и сейчас. Часов до 10 вечера. Только косить. Покуда можно косить, пока погода есть, позволяет. Но нормально. Обед вовремя, ужин вовремя. Работа отлично. Все хорошо. Зарплата нормальная. Дай бог каждому. Техника новая. Стоит отметить, что Талгат Куртабаев наряду с земледелием занимается животноводством. Сегодня в его хозяйстве насчитывается около тысячи племенных овец. Владелец бизнеса по-прежнему хочет нести значительный вклад в развитие сельского хозяйства. И он вовлекает своих детей и в эту сферу. Владимир Федотов, Эльмир Акушикбай, Бахаджан Эдегеев, телеканал АКТУБН.